утре меня зовут татьяна хочу вам показать как мы сделали стеллаж под рассаду и как мы будем подсоединять фитолампы вопрос интересует многих сейчас посмотрим как может быть вы помните мне недавно совсем пришли фитолампы от мини фермера и я вот сейчас собираюсь показать как правильно пристроить над стеллажом я сначала хотела купить стеллаж вот который металлический продаются за алюминиевого профиля он у нас стоит три с чем у нас как бы нет поблизости вот этих магазинов всяких там икея продаются потом в леруа вот люди говорят вот у нас продаются в обычном мебельном магазине но мой муж посчитал что 3 700 платить за такое временное сооружение как бы это дорого на постоянку он нам не нужно и поэтому мы сделали вот такой простейший стеллаж из старого журнального стола смотрите у нас был журнальный стол вот он вот столик может у кого-то еще есть ковер в комнате нам пришлось скатать это солнечная сторона южная рассада которой не требуется высокой температур стоит у меня на восточных окнах я потом покажу там под фитолампой она стоит а это вот смотрите мы что сделали мы к ножкам вот этого стола прикрутили шурупами рейки сделали поперечные рейки таким образом вот видите здесь прикрутили а стол пришлось поставить на кирпичи чтобы он был чтобы он был вровень с подоконником вот получается первый этаж стола это стол мы постелили на него компьютерную бумагу сейчас вам скажу для чего второй этаж нашего стеллажа это вот такая конструкция вот здесь видите вот просверлен дырки в них вкручиваются шурупы это делается для того чтобы иметь возможность передвигать наши фитолампы сверху на этом втором этаже лежит вот такая плита техно николь это теплоизоляционно она стоит что 18 рублей из-за этой дешевизны мы ее и купили вот видите вам просто замечательно здесь у нас укреплены лампы дневного света кстати вот витек у нас старые тут будет с этой форчки на мою пришлось запенить как бы в планах поменять на пластик но пока мы не поменяли вот здесь у нас три лампы дневного света пока 2 прикрутили будет 3 вот таким образом это выглядит почему 3 потому что две лампы для количества рассады мало это уже проверено опытом вот такой вид имеют вот эти лампы дневного света на вот эту плиту она шириной 50 сантиметров потребуется три такие лампы то есть на стеллаж шириной 50 сантиметров лет три лампа вот таких вот точно надо почему мы привязали на таких веревочках для того чтобы иметь возможность поднимать ее над рассадой потому что когда рассада всходит эти лампы должны быть надо рассады очень низко прям буквально вот так здесь у меня проращивается ячмень вот и когда рассад начинает отрастать становится больше вот эти лампы чтобы без проблем их поднимать здесь просто эту веревочку так будем на шурупы накручивать то есть и укорачивать и они поднимутся вот это вот вот так накручиваешь накручиваешь вот такая простейшая конструкция принципе на этом стеллаже предусмотрен вот еще третий этаж но это если будет много рассады здесь она будет строго под фитолампами стоять причем под такими которые освещают рассаду в глубине комнаты почему потому что они высоко по отношению к окну и свету хотя и проникает но он не освещает здесь будет темно здесь будет темно даже вот на этом этаже вот вот здесь мы выращивали на подобных стеллажах уже не первый год как мы этим занимаемся я твердо знаю тут зависит от высоты солнца вот уже вот если сделать вот третий этаж на таком уровне ну или где-то метр шестьдесят от пола уже не хватает от этого угла падали солнечных лучей чтобы рассада нормально освещался то есть вот эта подсветка обязательно если будем делать вот третий этаж вот здесь нужно делать еще это лампы ставить про то что поднимать это я все сказала теперь что касается именно вот этих фитоламп мы подумали подумали решили что нужно закрепить таким способом вот смотрите здесь сделали вот такие планки и просверлили там отверстие для чего сюда мы будем скручивать шурупы а какое место это нужно определить опытным путем вот видите их можно будет менять зависимости от того какую там рассаду от будет подсвечивать вот они вкручиваются прям рукой фитолампы мне пришли вот с такими вот специальными штуками я в мини фермере заказывал еще вот провода а у них есть вот такие интересные петельки за которые фитолампу можно подвесить и видите тут можно шнур либо удлинить либо укоротить вот так висит она и она бишь вешать эти фитоламп нужно по таблице которая опять же есть в мини фермере у них на сайте такая замечательная таблица зависимости от того какую цель мы хотим получить и какую рассадку будем насвечивать нужно вешать разные там фитолампы на разном расстоянии от растений но есть там такой важный момент нужно чтобы фитолампы закрывали весь подоконник то есть каждая фитолампа она дает круг освещения вот смотрите вот у этой большой фитолампы который 36 ватт видите вот он круг мы специально постелили светлую бумагу чтобы это было видно вот границы этого круга вторую лампу надо вешать так чтобы вот это границы перекрывались если вот эту первую выключить вы понимаете о чем я ведь он даже с нахлёстом перекрывается граница того круга заканчивается здесь граница от этой лампы заканчивается здесь то есть в принципе они повешены близко друг другу вполне можно если я буду там выращивать что-то на подоконнике он по лапу вот эту маленькую можно перевесить и таким же образом чтобы перекрывались вот эти круги нужно повесить фитолампы и вот на эту планку сейчас мы попробуем проделать мы сейчас опытным путем стараемся определить как повесить наш фитолампы вот видите конус свет от этой большой 36 ватт на фитолампы вот он освещает середину видите края получается что не затрагивает повесили две рядом по 15 ватт они обе включены и видите тоже они висят близко друг другу получается что там нахлёст надо чтобы был как-то вот так в общем их нужно их нужно вот так вот урегулировать как я поняла чтобы найти оптимальную оптимальное соотношение вот этого света еще раз говорю как написано в таблице на мини фермере вот эти круги не должны оставлять таких темных мест они должны перекрывать друг друга но я считаю что вот на такую большую площадь 50 на метр с чем-то это наверно один квадрат половина квадратного метра но четырех таких фитоламп о 15 ватт будет достаточно либо 3 вот таких ламп обычных дневного света как бы затратить все равно придется но всяком случае будет эффект в общем вы поняли нужно вот я говорю регулировать вот этот конус света как бы можно его увеличить этот конус но для этого нужно фитолампы поднять выше а смысл поднимать их выше тогда будет растение попадать меньше света и они вытянутся я против того чтобы поднимать выше и лучше на лампах не экономить вот так чтобы они хорошо подсвечивались а вот сами фитолампы вот их свет вот это видимо мультиспектр здесь красный белый или желтый синий здесь у нас красно-синяя они видно через камеру не видно здесь тоже красно-синяя в общем конечно мягкий у них такой нежный свет хорошая вещь вот так это выглядит в темноте кстати это еще виднее вот эти круги вот смотрите более-менее вот так нет они все круги вот эти все она перекрывают вот это вот надо вешать она горит не горит не горит вот как то так или вот с этой стороны ее повесить эту до убери ее туда да как то вот так тут отрегулировать да 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 вот видите уже видно что пятно света еще и по краям светит и это наше восточное окно стоят под фитолампой помидоры лук я бы сказал что они чувствуют себя нормально они не вытянулись здесь крест салат вот малина помидоры уже два дня стоят если бы была плохая подсветка они уже давно вытянулись вот они были бы уже длинненькие такие тоже помидор вытягивается очень быстро лук тоже очень чувствует себя нормально здесь вот одна большая 36 ватт фитолампа на весь подоконник и и не хватит потому что вот та страна окна темновато нужно еще одну вешать маленькую ну вот такой стеллаж у нас получился показываю еще раз вместе с фитолампами когда заставим рассады еще раз за сниму и посмотрим как все это выглядит